Футболистки из Запонского среди спортсменов известны, пожалуй, на весь город. Сильная команда девушек не раз показывала достойную игру. Свою последнюю победу они одержали совсем недавно. На турнире в день ВДВ взяли золото. Не знаю, почему все говорят, что футбол – это мужской вид спорта. Не знаю, лично я считаю, что футболами девочки могут заниматься и мальчики. Тренера для нас – это как вторые родители. Мы более близко стали общаться друг с другом. Сегодня футболистки в очередной раз покажут свое мастерство. Спортивный праздник в поселке Шмильта собрал на одной площадке футболистов и теннисистов и всех любителей активного образа жизни. Инструкторы показали детям, как правильно вести себя на воде и закидывать утопающему спасательный круг. На соседних площадках сдавали нормы ГТО, даже самые маленькие спортсмены. Давай, 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 давай. Я, 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 давай, давай, давай. Давай еще, давай. Мы должны видеть наших ребят здоровыми, сильными. А спорт помимо здоровья, силы – это и привычка к труду, что тоже очень и очень важно. И случайно ведь и комплекс, который сегодня будут сдавать ребята, делая первые шаги, называется «Готов к труду и обороне». Спортивный праздник организовал по просьбам жителей общественный совет микрорайона. Конечно, для детей это огромный праздник. У нас всегда детей собирается здесь много, они отзывчивые и на такие мероприятия с удовольствием бегут. Такие предложения жителей власти не только слышат, но и поддерживают. Совместная работа дает хорошие результаты. Чтобы и другие, более масштабные вопросы решались быстро и эффективно, горожанам предстоит работать в единой команде, состоящей из неравнодушных к родному городу людей. Валерия Макарова, Станислав Левин. События. ДИСКУЛЬТУРА И СПОРТ Продолжение следует...